250 миллионов долларов за один грамм. Столько не стоит ни золота, ни платина, и даже бриллианты столько не стоит. А Калифорния стоит, потому что это самый редкий металл на Земле. И добывают его только в двух местах на планете. В одном из них мы сейчас находимся. Это Димитровград в Ульяновской области. Что же такое Калифорния и чем он может быть полезен человечеству? Об этом сегодня расскажем в программе «Горизонты атома». Как выглядит реактор изнутри? И почему светится ядерное топливо? Мы смогли приподнять технологический люк работающего реактора. Один миллиграмм Калифорния по силе нейтронного излучения можно сравнить с целым реактором. Элемент будущего лечит, диагностирует, ищет наркотики, определяет дефекты сборки. Обо всех возможностях Калифорния в нашей программе. Мал золотник, но очень дорог. Почему даже самые крупные заказчики могут себе позволить лишь миллиграммы Калифорния? На планете Земля есть две такие установки. Собрат по реактору. Что изотопы из Димитровграда теперь делают на Марсе и даже на комете Чурюмова-Герасименко? НИИ атомных реакторов в Димитровграде, пожалуй, единственное место в России, где можно заглянуть в действующий ядерный реактор. Это явление называется свечением Вавилова-Черенкова. Бета-частицы, электроны или позитроны движутся в воде с огромной скоростью, и их энергия превращается в свет. Это РБТ-6, реактор бассейного типа. Вода здесь выполняет роль мощного экрана, поэтому радиационный фон на поверхности не опасен для человека. Он, конечно, превышает естественный, но не настолько, чтобы причинить вред людям. Буквально в десятки метров от него другой реактор, СМ-3. И как раз сегодня на нем идет перегрузка топлива. Вот оно, месторождение Калифорния, реактор СМ-3. Название расшифровывается нескромно, как «самый мощный», но это действительно так. У этого реактора самый мощный поток нейтронов. Настолько мощный, что он позволяет производить практически любые изотопы. Такой вот универсальный солдат. Всего в НИИ атомных реакторов в Димитровграде шесть действующих ядерных реакторов. Но этот СМ пользуется наибольшим уважением. Во-первых, он один из старожилов в институте. Заработал еще в октябре 1961-го. А во-вторых, равных ему в этом полушарии до сих пор нет. Другого такого места нет. Именно вот в этом объеме на планете Земля можно получать Калифорний, Эйнштейн, Беркли. Материалы, которые требуют высочайших плотностей нейтронов, которые есть в этом реакторе. За что его назвали СМ-самый мощный. В этом длинном списке изотопов есть еще Кюрий. Он стал знаменит два года назад, когда марсоход Curiosity совершил мягкую посадку на Красной планете. Именно благодаря спектрометрам с альфа-источниками на основе Кюрия-244-го ученые смогли получить данные о составе грунта. С такой же миссией Димитровградский Кюрия отправился на зонде Розетта на комету Чурюмова-Герасименко. Кстати, этот факт стал для сотрудников НИИАР настоящим сюрпризом. Да, мы это сам слышали, но даже не ожидали, что наши источники установлены в составе вот этих вот спектрометров. Почему? Потому что эта экспедиция готовилась еще с прошлого века, можно сказать. Вот. Там тоже были свои финансовые затруднения. То есть она то планировалась, то, поскольку денег не было, откладывалась, ну, в конце концов, вот, в 2004 году запустили. Вот, поскольку она, эта экспедиция планировалась даже к другой комете, поэтому мы не ожидали, что эти источники установлены на эти спускаемые аппараты. Вот как работает подобный спектрометр. На пластины из кремния наносится тонкий слой металлического Кюрия-244-го. Это мощный альфа-излучатель. Альфа-частицы, попадая на исследуемую поверхность, возбуждают атомы, из которых она состоит. И появляется так называемое вторичное излучение. Его регистрируют детекторы. И вот так ученые узнают точный состав грунта, как бы далеко он ни находился, даже на Марсе. Мы разработали специальную технологию, которая позволяет получать уникальные источники с такими характеристиками. По крайней мере, как говорится, эту технологию особо не зарубежным друзьям, как говорится, не рассказываем. Вот почему заказы на Кюрии из Димитровграда теперь расписаны на годы вперед. Уже известно, что эти изотопы в 2020 году вновь полетят на Марс во время большой экспедиции, а также на один из космических астероидов. Его название пока не сообщается. Активный Кюрии пользуется спросом не только в космосе, но и на Земле. В частности, потому что с его помощью получают один из самых редких, эффективных и дорогих на планете металлов – Калифорнии. Калифорнии – радиоактивный химический элемент седьмого периода таблицы Менделеева, порядковый номер 98. Известны 17 изотопов Калифорнии, наиболее стабильными из которых являются 251-й, его период полураспада – 900 лет. Однако наибольшее применение нашел изотоп Калифорния 252-го, период полураспада чуть больше 2,5 лет. Калифорния является чрезвычайно дорогим металлом, цена одного грамма изотопа 252-го под разным данным составляет от 10 до 250 миллионов долларов. Чем Калифорния хорош, почему он такой примечательный? Потому что это очень мощный источник нейтронов. Для него характерен распад, подобный механизм альфа-распад, и спонтанное деление, так называемое. То есть, если мы возьмем достаточное количество Калифорнии, то это достаточное количество будет помещаться в спичечную головку, то это будет по интенсивности нейтронного излучения эквивалентно маленькому ядерному реактору. Есть мнение, что в огромных количествах изотопы Калифорнии образуются при взрывах сверхновых звезд. А вот на Земле этот элемент в природе не встречается. Его можно получить искусственным путем с помощью облучения в реакторе мишеней из того самого Кюрия. Это самый быстрый способ накопления дорогого Калифорния. Он занимает примерно полтора года. Есть и другие пути. Например, бомбардировать заряженными частицами плутоний. Но в этом случае ждать придется долго. Процесс получения Калифорния даже в самом мощном реакторе займет целых 8 лет. А из 10 килограммов плутония можно получить максимум грамм Калифорния. Но с наработки в реакторе все только начинается. Впереди сложные радиохимические процессы отделения ценного изотопа от побочных продуктов. Это происходит в так называемых «горячих камерах», которые на самом деле совсем не горячие. Температура здесь комнатная, а вот меры безопасности повышенные. Вот это наша первая камера, в которой мишени, которые вынуты из реактора, встречаются с руками наших операторов, ну, с механическими руками. Радиоактивность достаточно высокая. Кроме того, что там сам материал очень сильно радиоактивен. Если мы говорим о Калифорнии, это совершенно огромные потоки нейтронов, что опасно. Кроме того, все, что находится в реакторе, оно приобретает некую наведенную радиоактивность. То есть ведь нейтроны лупят и по оболочке тоже. Ловкость механических рук операторов достойна отдельного внимания. С помощью этих, казалось бы, неуклюжих устройств они могут зажигать спички, продевать нитки в иголки и совершать много других невероятных операций. Конечно, прежде чем получить допуск к радиоактивным материалам, они тренируются на тренажерах. Но и после этого резку мишени и сварку капсул доверяют далеко не всем. Мишень – это вот. Это вот такая трубочка, внутри которой находятся ампулы со стартовым материалом. После того, как они постояли определенное время в реакторе, стартовый материал превратился в целевой нуклид. И наша задача здесь, как радиохимиков, отделить то, что нам нужно, химическими способами. Сюда приезжает контейнер, из него достают вот такие мишени, грузят их в специальное устройство, перегружают с помощью манипулятора специальное устройство, которое позволит их по транспортеру, находящемуся за задней стенкой камеры, перевести в соседнюю камеру. И там будет происходить вскрытие вот этих вот мишеней, для того, чтобы передать их дальше на химическую переработку. Пойдемте посмотрим, как это там. Здесь стоит специальный станок для вскрытия мишеней с фрезой, которая просто отрежет головку этой мишени, и оттуда можно будет высыпать все, что находит. По составу, получается, вот те капсулки, которые мы достали, в них что? В них смесь трансплутониевых элементов. И наша задача, как химиков, выделить оттуда целевые нуклиды. После того, как мишени прошли химическую переработку, выделили целевой нуклид. Для нас в данном случае этот целевой нуклид Калифорнии. В виде оксида Калифорния он поступил вот сюда, на участок, где уже, собственно, собирают источники ионизирующего излучения, в которых вот этот самый Калифорния и будет работать, как мощнейший нейтронный излучатель. Я уже сейчас вижу, что это практически ювелирная операция. Совершенно верно. Вот сейчас оператор берет пробирочку, в которой подготовленная заранее капсула и пробка для нее. После этого с помощью вороночки капсула устанавливается в исходное положение, в специальный держатель. С помощью воронки туда пересыпается оксид Калифорнии из другой пробирочки. Как только они запрессуют пробку окончательно, источник готов к процессу сварки. Вот эти стальные капсулы и есть будущие источники нейтронного излучения. По крайней мере, таковыми они станут, когда вот здесь, в горячей камере, в них поместят Калифорния, содержащую субстанцию. Но если этот рассказ об изготовлении источников у нас занял всего 2 минуты, то сам процесс занимает немного немало 4 месяца. Радиохимия не терпит суеты. После извлечения из реактора материал должен отдохнуть, чтобы в нем распались короткоживущие нуклиды. И только потом переработка, изготовление источников и далее по технологии. Ну а теперь финальный этап производства. Упаковка и транспортировка. Вот в такой свинцовый контейнер кладут не больше 100 микрограммов Калифорния. Понятно, что такая мощная защита нужна совсем не от воров, а от радиации. 1 миллиграмм Калифорния по стиле нейтронного излучения можно сравнить с целым реактором. Перевозят такие контейнеры в основном по земле и воде. Или заказывают чартеры. Получатели этих посылок – производство по всему миру. Турция, Китай, Австралия, Малайзия. В Димитровграде признаются, что заказы на Калифорнии приходят постоянно. Но объемы производства изотопа ограничены. Поэтому покупателям приходится стоять в очереди. Иногда полгода, а иногда и год. Самая очевидная сфера использования Калифорния – медицина. Микрочастичка изотопа, помещенная на кончик тончайшей иглы, способна точечно воздействовать на опухоль, не повреждая другие ткани. По похожему принципу работает уже известный многим нейтронный нож. Но эксперты уверяют, что калифорниевые источники гораздо эффективнее гамма- и бета-излучения. Таетка 15% пациентов, которые имеют так называемые радиорезистентные опухоли, их удается вылечить с помощью нейтронного излучения. Я считаю, что это одно из таких важных и очень значимых применений этого радионуклида. Значимое, но не единственное. Возможности Калифорния можно перечислять долго. Это и пусковой источник для ядерных реакторов, и индикатор для разведки новых месторождений нефти и газа. И, кроме того, это очень перспективный изотоп для так называемого нейтронного активационного анализа. Метода, который позволяет определять концентрацию элементов в образце. К примеру, именно с помощью такого анализа был обнаружен мышьяк в волосах Наполеона, что позволило предположить, что императора отравили. Кроме научных исследований, нейтронно-активационный анализ там тоже есть. Маленькие источники – это вот всякие таможенные порталы, всякие вещи. Вот, опять же, нейтронная радиография для поиска взрывчатых веществ, не магнитных и не металлических. В США Калифорния используется в источниках, которые просвечивают детали самолетов и части реакторов. Этот метод анализа очень дорогостоящий, но он позволяет, не разбирая объект, определить все внутренние дефекты. Кроме того, элемент 98 позволяет обнаружить все виды наркотиков, даже если они запаяны, к примеру, в патронные гильзы. Однако эксперты признают, что пока это чаще всего лишь эксперименты. Широко использовать возможности Калифорния человечество начнет не раньше 22 века. А пока запас всего Калифорния на Земле не превышает 11 граммов. Ну что ж, возможности Калифорния, в том числе потенциальные, можно перечислять еще долго. Но останавливают сложности и дороговизны его производства. Так что, по мнению ученых, еще долгое время Калифорния будет оставаться самым дорогим и самым редким металлом на Земле. Это была программа «Горизонт и Атома». До встречи!